Я не могу открыть счет PayPal, я не могу привязать свою карту, о боже, меня заблокировали и мои деньги заморозили, я не могу вывести свои средства, что мне делать? Я получаю очень много такого рода сообщений, и да, PayPal это проблематичная платформа, с ней работать непросто, и если вы связывались с службой поддержки, не получали решение вашей проблемы, мой вам совет, ищите альтернативы. Клин светом, на PayPal не сошелся, и есть рабочие варианты, и о них сейчас и пойдет речь. Существует три причины, почему мы используем PayPal, и поправьте меня, если я не права. Первая причина, у вас свой интернет-онлайн-магазин, и вы взимаете плату через корзину, или же вы фрилансер, предлагаете свои услуги на платформах фриланса, и вам надо выводить деньги, или же вы сами по себе работаете без платформы, или у вас есть родственники за границей, и вы связаны с получением и отправлением международных денежных переводов. Вот основные три причины, и разберем для каждой причины, какая есть альтернатива PayPal. Первая причина, у вас есть свой электронный бизнес, интернет-магазин, и вам надо интегрировать плачежную систему, чтобы принимать оплату. Или же вы свободный художник, и у вас есть просто кнопка донаций. PayPal закрывает эти вопросы, так же, как и система Stripe, но с высокими комиссиями. Я предлагаю вам, как альтернативу, использовать систему LeakPay. LeakPay – это электронный кошелек, как PayPal, как WebMoney, который позволяет принимать платежи и переводить деньги. И это можно делать с помощью мобильного телефона, интернета и платежных карт во всем мире. Комиссии на порядок ниже, чем уже у упомянутых сервисов. За каждую транзакцию LeakPay взимает 2,75%, и средства поступают к вам на счет в течение одного рабочего дня. С выводом денег тоже проблем нет. Этот сервис создан украинским банком, PrivatBank, который оперирует не только в Украине, но и в России, в Беларуси и в других странах. Поэтому, если у вас есть карта PrivatBank, вообще замечательно, без никаких дополнительных комиссий и головной боли вы выводите свои деньги, или же вы можете выводить и на другие банки. Здесь процесс намного проще, чем если бы вы воспользовались PayPal, где свои ограничения, где дополнительные верификации, и вы сами знаете, дополнительная головная боль. Также LeakPay предлагает эту кнопку Donation, донаций, которая, возможно, вам нужна, если вы работали с PayPal. Интеграция этого кошелька LeakPay достаточно прямолинейная. Если вы сами не умеете интегрировать платежные системы, отправьте документацию LeakPay вашим программистам, они тогда установят ваш кошелек, и вы сможете спокойно принимать платежи и отслеживать их через приложение на вашем мобильном телефоне. Поэтому, если у вас есть свой интернет-магазин, я бы советовала рассмотреть LeakPay. Другой сценарий, при котором вам нужен PayPal, это если вы работаете как фрилансер, и вам надо получать оплату за свой труд из-за границы. Если вы работаете на Upwork, наверняка слышали о такой системе, как Pioneer. У нас называется по-английски это Pioneer. Это система, которая создана специально для фрилансеров и фрилансеров с Восточной Европы, чтобы облегчить получение денег. Конечно, платформа не идеальная, она взимает комиссии. Первая комиссия, это когда вы выводите деньги с Upwork на саму платформу, на сам счет Pioneer, взимается 1 доллар за каждую транзакцию. И затем, если вы выводите свои деньги с вашего счета Pioneer на счет вашего банка, взимается еще 3%. Вы можете выводить деньги как валюте в долларах США, тогда вам надо открыть счет в вашем банке долларовый. Или же, если мы говорим, допустим, об Украине, вы хотите вывести в гривнах на вашу карту, тогда только на карту Приватбанка. Если вы хотите получать деньги наличкой, вы можете обратиться в кассу банков, таких как Ащетбанк и Укрсибанк в Украине, к примеру, прийти с паспортом, с идентификационным кодом и получить вашу валюту на руки. Но при этом будут взиматься комиссии. Первая комиссия, это самого банка. Ащетбанк, к примеру, берет 2,5%. Затем комиссия карты, MasterCard, 1,8%. И затем комиссия самой системы Pioneer, которая составляет 3 доллара 15 центов. Вы также можете заказать пластиковую карту системы Pioneer, которая через 2-3 недели окажется у вас в руках, физический объект, и вы сможете снимать деньги с банкоматов. Но за это будет взиматься комиссия и за обслуживание самой карты взимается комиссия, которая составляет 30 долларов в год. Поэтому посмотрите на суммы, как вам выгоднее работать с этой системой, как часто вам стоит выводить деньги с бирж фриланса, лучше ли, дешевле, выгоднее ли вам обратиться в кассы банков и снимать наличкой, или же вы будете выводить деньги с вашего аккаунта Pioneer на карту вашего банка, за что взимается комиссия 3%. Если вы фрилансер, который не предлагает свои услуги на биржах фриланса, а работает с заказчиками напрямую, вы можете также пользоваться Payoneer, чтобы запросить оплату. Функция называется Request Payment. Если человек, который оплачивает вам, у него уже есть аккаунт в Payoneer, тогда комиссии нет. Если у этого заказчика нет аккаунта, тогда вы платите 3%. У Payoneer есть русскоязычная версия сайта, где вы можете прочитать всю информацию о системе, со всеми комиссиями. И, что таким является приятным бонусом, Payoneer предлагает поддержку, телефонную поддержку с номером той страны, в которой вы находитесь, украинским или российским, поэтому вы можете позвонить напрямую и переговорить с сотрудниками компании. Третий вариант, при котором вы пользовались PayPal, а теперь можете от него отказаться, это осуществление международных денежных платежей. Вам надо или отправить деньги за границу, или получить. Я уже записывала видео о платформе, которую рекомендую использовать, если вам надо получать или отправлять деньги за рубеж, особенно если мы говорим о конвертации валют. Это платформа TransferWise, альтернатива PayPal, Skrill. Но я заметила, что в последнее время комиссии повышаются, и вы мне отправляли сообщение о том, что стоят дорого. Я бы не сказала, что TransferWise дорогой, потому что по сравнению с другими, MoneyGrab, Western Union и многочисленными другими платформами, комиссии TransferWise пока что на данный момент самая адекватная. Но у нее появился конкурент, называется PaySend, и давайте посмотрим, есть ли преимущества у этой платформы. Зайдем на TransferWise и отправим 100 долларов в Украину. Посмотрим, какие взымаются дополнительные комиссии. Комиссия самой системы составляет 4 доллара США, и мы видим, что получатель получит 2580 гривен. И заметьте, что TransferWise всегда делает акцент, что их конвертация самая выгодная, берется среднерыночная. Если мы зайдем на PaySend, мы увидим, что получатель получит на 1 гривну больше, потому что сама комиссия платформы составляет 2 доллара, но конвертация валют менее выгодная, чем если бы это было на TransferWise. Поэтому, как видим, разница между TransferWise и PaySend не настолько существенная. Посмотрите по своей ситуации, как вам выгодней. Как фрилансер вы тоже можете пользоваться этими системами. PaySend предлагает функцию Request Payment, запрос оплаты, но не во всех странах. А с TransferWise вам всего лишь надо отправить ваш email заказчику, который вам будет отправлять платеж, и тогда к вам уже придет email, где система TransferWise запросит ваши банковские данные, чтобы вы могли получить платеж. Если у вас остались еще какие-то вопросы, отпишитесь в комментариях. Возможно, я не все ситуации осветила. Я читаю комментарии и стараюсь вам помогать. Спасибо за просмотр. Если видео было полезным, ставьте лайк. И до новых встреч! Успехов вам!